Любым легальным способом зарабатывать как можно больше денег Ты смог себя организовать и накопить 500 тысяч рублей? Погнали! Я за брачный договор Мы даже не будем начинать ссориться Потому что все уже прописано Почему ты выбираешь для себя съемное жилье? Фактически, жить в съемном жилье в три раза дешевле, чем жить в своей собственной квартире Но живешь на съемной квартире, а твоя купленная тобой квартира работает О, у меня квартира в два раза подорожала, в три Я сейчас живу в 24-й квартире за 9 лет Ты себе каким-то образом разрешила жить так, как не совсем принято Но при этом кайфуешь, еще не боишься тиражировать эту идею Всем привет, дорогие друзья Меня зовут Ольга Чебыкина И вы на канале Женщины Огромное спасибо, что смотрите, что комментируете Очень приятно видеть, как вы взаимодействуете с нашими экспертами в комментариях Если вдруг вы еще не подписались на наш канал, сделайте это Пожалуйста, это будет удобно Вы не пропустите новые свежие выпуски и новых экспертов Тем более, каждый новый эксперт заходит со своей тематикой Я очень рада, что спектр тем у нас расширяется на канале И Татьяна Казак, мой сегодняшний гость Эксперт, риэлтор и специалист по недвижимости Таня, привет! Привет, Оля! Спасибо большое, что согласилась стать экспертом канала Многие из наших девчонок по ту сторону экрана, я уверена, имеют уже разнообразный опыт Во-первых, переезда Во-вторых, покупки, продажи, получение наследства Либо, как минимум, съемного жилья И это все равно, так или иначе, взаимодействие с недвижимостью, которая причиняет нам много радости и много разочарования Я надеюсь, что ты станешь нашим таким ориентиром в этой интересной теме Немного поговорим о смене профессии, смене месте жительства и решимости сделать это Ну а также у нас будет один из выпусков посвящен инвестициям в недвижимость Потому что сейчас только ленивый про это не говорит Ну, все по порядку Да Ты моя землячка, Екатеринбурженка в прошлом, но теперь ты живешь в Санкт-Петербурге Что тебе позволило в 23 года, будучи бакалавром искусства и гуманитарных наук Просто взять чемоданчик без особых каких-то связей и поменять кардинально свою жизнь Дело в том, что у нас была компашка, у нас уехало три девчонки И мы сделали За компанию, вот великие поступки часто так совершаются Да, да, и мы сделали назло нашей подружке Она вернулась из Петербурга, она визажист прекраснейшая Она говорит, все, девчонки, уезжай, город классный, уезжай Мы такие, так, Машка едет, а мы нет Все, это было просто отправной точкой Некому и нечего было терять Я приехала в Питер, я никогда в нем не была Это история про 30 тысяч рублей, про чемодан с вещами Если что, вернусь обратно Тут меня ждали родные, семья, друзья А попробовать? Питер подешевле, Москва подороже Все Так удивительно просто, люди очень тяжело на это решаются Я как человек, переезжавший тысячу раз Для меня это тоже не является проблемой В самом худшем, ужаснейшем случае Который один на миллион приходится Ты всегда можешь вернуться туда, где ты уже умеешь жить Где уже все обустроено Стартовая точка есть И дальше мы пробуем, пробуем Ну вот смотри, ты приехала Что делать дальше? Съемное жилье, хостел Элементарно нужно где-то жить Как ты решал этот вопрос? И как в итоге тебя привело в новую профессию? Мы занимаем любую кофейню, любую кафешку Это просто три девчонки приехали И нам надо сделаться самыми лучшими съемщицами на земле Все Мы сразу становимся лапуськами Мы общаемся со всеми хозяйками Мы находим себе съемную квартиру Был и хостел Была и квартира двухкомнатная Потом она перешла в трехкомнатную А потом пошли уже гнездования, когда каждая находила себе пару И вот так вот в процессе жизнедеятельности Одна подруга живет в Германии Счастлива в браке за тагильчанином Она сама из Тагила Вторая подруга счастливо живет со своим ребенком в Петербурге Я продолжаю, кстати, по съемным И мы в этом поговорим чуть позже И далее в какой-то момент времени ты набираешь массу Ты понимаешь, что у тебя есть какой-то стабильный приток денег Я в тот момент работала в найме И ты понимаешь, что все готово к ипотеке И вот таким образом я прихожу сначала к своему агенту Кто меня провела и сделала мне хорошо И сделала мне счастье И купила для меня первую квартиру А через полгода я прихожу к ней с вопросом А смогу ли я так же помогать людям, как ты сделала это для меня И она меня так благословила Сказала, иди, сможешь После этого последовало какое-то обучение Либо ты все осваивала на практике Потому что и тот, и другой путь возможен В конце концов, ты не опередующим хирургом пошла работать А помощником в обретении жилья Далее была история тогда, когда ты начинаешь работать в агентстве Это наемная работа Это работа с наставником Я конкретно ходила по собеседованиям И мне было важно, кто будет мной руководить И далее идет обучение Сдача экзамена Такого очень импровизированного И начинается работа конкретная с людьми в полях и в офисе Сколько сделок ты проводила? Как это вообще оцифровать? Опыт риэлтора Сейчас мы стоим с тобой в точке Где я провела 230 сделок И опыт работы 5,5 лет Для меня это такие цифры, которые важно знать И как раз ты спрашиваешь об этом Так же, как и любой новый клиент Конечно Когда начинаешь работу Мы, конечно, всегда делали акцент на компании И на бренде именно фирмы А далее у меня была точка выбора Или оставаться наемным работником Или уходить в свободное плавание Это предпринимательская деятельность И в 2018 году я приняла решение Что я ухожу в свободное плавание И с этого момента я сама по себе Как я всем люблю говорить Все факапы мои и все победы мои У меня был смешной случай Когда я говорила о том Что я не могу работать на человека Который не знает, кто такой Юрий Дудь У меня правда был Директор в агентстве Я говорю, ну ты Дудя-то смотрел, да? Да нет И все, я подумала, ну как же так Ну то есть для меня это было полным крахом Эмоционально и интеллектуально Мы друг другу не подходим И я сама себе лучший директор Вот так я подумала и пошла Но это принятое решение Это прямо серьезная такая подготовка Эмоциональная и психологическая У тебя был провал по деньгам и клиентам Когда ты ушла из найма Все-таки есть поток В любой хорошей риэлторской компании Есть входящий поток Люди обращаются Реклама там 20 лет работала С рафанной радио и так далее Здесь теперь ты сама по себе Провала, когда ты уходишь работать на себя Не было, потому что в этом много адреналина В этом много эмоций Я помню, что 18-й год был очень хорошим Провалы бывают у любого эксперта В моей области И мы, люди, агенты по недвижимости Можем иметь в месяц 12 сделок А можем 2-3 месяца быть без сделок вообще Знаешь, хочу обратиться ко всем К своим коллегам И сказать, что это нормально Мы, правда, работники помогающей профессии И это огромная история Про власть, я говорю Про деньги Про психологию И про помощь Раз уж ты упомянула Одного из любимых твоих интервьюеров Вдруг я любимый Просто я оставляю всегда эту возможность Но сейчас я жучу Раз уж ты упомянула Дудя И, значит, ты смотришь его интервью Один из его таких ошарашивающих поначалу вопросов Но он много лет назад начинал Это был всегда вопрос про деньги Юрий Дудь эту тему легитимизировал Сделал ее популярно обсуждаемой И это на самом деле очень серьезные и хорошие В том числе социальные последствия имело Итак, апеллируя к Юрию Дудю Можешь ли ты сказать, сколько ты зарабатываешь? Потому что ты сказала про пики и провалы Вот это амплитуда Я думаю, что нас смотрят не только те, кто может обратиться к тебе, например Как к специалисту под недвижимостью Попросить сопроводить сделку Но нас смотрят девчонки, которые сейчас работают в профессии риэлтора Задумываются, учатся, стажируются, практикуются И вступают на этот путь Чтобы представлять От и до От и до Верхняя планка, которую я сейчас достигала Ну да, в разрезе своей работы Это было примерно полтора миллиона рублей в месяц Нижняя планка, мы уже поняли, это ноль в месяц И средний годовой оборот примерно 300 плюс Если мы разделим по месяцам На самом деле у меня нет супер рекордов Они еще впереди, как я себе транслирую Круто, молодец Да, поэтому риэлтор, агент по недвижимости Это та профессия, где ты легально, классно, помогая Можешь зарабатывать действительно очень хорошие деньги Расскажи про личный опыт Сколько квартир ты купила, оформляла для себя, для своей семьи, для своих друзей Потому что мне кажется интуитивно, как будто бы это такой понятный путь Для того, чтобы попрактиковаться Я считала, у меня получилось на меня записанных и купленных 7 квартир Это вот проектная такая, да, работа, когда ты покупаешь, продаешь, покупаешь, продаешь Для мамы мы сделали 3 проекта, и мы сейчас остановились Для маминого мужа это было 2 сделки 12 квартир, да Подпольный миллионер Корейка Так называют, да, иногда Потому что, смотри, всегда есть прямая ассоциация Если человек работает с недвижимостью Или тем более говорит про инвестирование в недвижимость Или я купила себе 7 квартир Ты сразу представляешь мультимиллиардеры Это не так То есть это живые, движущиеся, так скажем, деньги Ты продаешь, покупаешь Что-то на начальном этапе, что-то на более позднем этапе Ипотеки ты уже упоминала присутствуют Возможно, там какие-то обмены и так далее Но в целом просто есть ощущение, что чтобы зайти в сферу недвижимости Нужно иметь какой-то грандиозный начальный капитал Так ли это? Нужно иметь очень стойкое желание Помочь, я так скажу, себе в первую очередь И людям во вторую очередь Те агенты, которые говорят только про клиентов, только про людей Они не договаривают Это история про любовь У меня тоже где-то это написано Про любовь к деньгам и любовь к людям То есть у меня была такая загрузка Когда я начинала профессиональную деятельность в Екатеринбурге Любым легальным способом зарабатывать как можно больше денег Так я хотела и так себе транслировала Как ты получила свою первую ипотеку? Сколько ты внесла? Я хочу вот начальный капитал Да, начальный капитал 400-500 тысяч рублей Это совершенно небольшого объема студия Это 3,5 года стройки Когда ты живешь в съемной квартире На ипотеку уходит по 18,5 тысяч рублей И ты должна существовать в рамках того, что снимаешь квартиру Платишь ипотеку Ешь и обслуживаешь свою жизнедеятельность То есть 400-500 тысяч рублей сегодня Это тоже возможно Это порядка 10% первого взноса И банки достаточно лояльные и многообразные на рынке сегодня Готовы начать с тобой разговаривать То есть ты смог себя организовать и накопить 500 тысяч рублей Погнали Я почему отсылки все время к твоему возрасту делаю Потому что в некоторых профессиях возраст имеет значение И в твоей в том числе Тебе 31 год Ты один из самых молодых экспертов у нас на канале «Женщины» Скажи, был ли скепсис у твоих клиентов перед твоей юностью? На самом деле это ярко Я не считывала с людей Но в любом случае какие-то встречи приводят к результату А какие-то нет Тут совокупность фактора И возраст, и мой визуал, про который мы тоже можем поговорить И история про мало опыта Ты сначала должен доказать самому себе и всему миру, что ты готов Даже если за спиной 1, 2, 3 проданных квартиры Ты готов делать все самым лучшим образом Давайте, берите меня, вы точно будете довольны То есть вот через это, с помощью харизмы С помощью вот этого света Добра, яркости Четкого понимания, что ты сделаешь максимально возможно Происходит общение, общение, общение В любом случае есть люди, которые, например, готовы работать со специалистом 10-15 лет опыта стажа А как тогда быть молодым, а как заходить в профессию Вот максимально с каким-то таким вот крутейшим, как бы сказали маркетологи, УТП С какой-то супер силой, которую ты будешь транслировать Ты упомянула такое слово накопить Ну, типа на первый взнос, который обычно составляет в минималке 10% от стоимости квартиры Умение накопить, это врожденное или это можно приобрести? Я этот вопрос из себя, как вы понимаете, задаю И сталкиваюсь много с утверждением, что если бы родители не помогли Родители разменяли квартиру, что очень сложно или невозможно купить квартиры Умение накопить на первый взнос Это талант или этому можно научиться? Если мы говорим о том, что талант это 2% божьей искры и 98% дисциплины Тогда это талант, это дисциплина, когда приходят твои деньги Работаешь ли ты в найме или работаешь свободным предпринимателем Ты откладываешь эту сумму и месяц за месяцем ты видишь, что копится И никуда не соскакиваешь с намеченного пути Так было наше накопление и оно привело к первой квартире Стоит запустить этот механизм, есть разнообразные инструменты Планирование, бюджетирование, это крайне больная тема У нас такой менталитет или такой культурный код Или такое воспитание, очень много всего в этом переплетено И лучшие способны копить другие дисциплина, пробы и ошибки И подключение разнообразных инструментов, чтобы совершить этот рывок Что тебя лично стимулировало? Можешь поделиться? Ты можешь хорошим примером послужить на практике Как ты себя убедила? Какая была твоя мантра? Ну вот ты молодая девчонка, тебе что? Не хочется туфли? Не хочется сумки? Не хочется на дискотеке? В ресторанах есть не хочется? Конечно хочется В 23 года всем этого хочется Если не сейчас, то когда? Тем более ты переехала в город, очень красивый Изобилующий там в культурной жизни Что было твоей мантрой? Что позволяло тебе откладывать деньги? Ты же не из золота ела, правильно? Не сверхсостоятельные родители 30 тысяч рублей, чемоданчик, съемная квартира с девчонками и наемная работа У меня в тот момент времени было стойкое ощущение, что с работы, которая занимала Я должна забрать все лучшее Ты понимала, что это временно, да? Да Эта история не навсегда Шел третий год Работа была достаточно тяжелая Тоже эмоциональная Огромное количество людей было И я понимала, что я обязана забрать лучшее То есть у меня была такая какая-то звериная просто хватка Я буду точно уходить из найма Я точно буду менять свою жизнь Но пока есть стабильный приток денег ежемесячный Мы собираем две зарплаты Я на тот момент была в отношениях Мы не едим супер аутсайд где-то в ресторанах, в кафе Мы не ездим в отпуск в таком, да, самом глобальном смысле этого слова И год мы потратили, успев еще машину купить на скопленный день Когда ты соскакиваешь с верного пути, потом начинаешь сначала То есть это вот внутреннее убеждение мое, что я обязана это сделать Ну то есть это вопрос на самом деле желания и мотивации То есть я хочу взять все, скопить первый капитал, чтобы дальше стартануть на другую позицию Неоткуда из других источников Это тоже ограничивающие убеждения Но я с тем убеждением жила Да, оно тебе помогло на тот момент Да, кстати, да, несмотря на то, что оно ограничивает То есть ниоткуда другим способом никто эти 500 тысяч рублей не принесет, не заработает То есть я не полагалась ни на кого Мы шли в команде, вдвоем это сделать чуть-чуть легче И все, и погнали зарабатывать и копить А теперь про вдвоем Вопрос недвижимости тесно всегда переплетен со взаимоотношениями Со всеми, кто проживает в квартире, со всеми, тем более, кто в нее вкладывался Я знаю, что ты не то что сторонница, а просто пропагандист идеи брачного договора Я понимаю, что это продиктовано в твоей профессии Расскажи, пожалуйста, про это, потому что не все знают, что брачный договор, например, можно на конкретный объект недвижимости заключать И это тоже из личного, может быть, болезненного опыта вышло, а может быть, не болезненного, не знаю Я за брачный договор У меня есть классный пример моей подруги, которая была в официальном браке И логика была такова Мы даже не будем начинать ссориться, потому что знаем, что все уже прописано Это первый тезис Второй тезис Ты действительно имеешь право, находясь в отношениях, в официальных или нет, иметь свой объект недвижимости Пусть небольшой, пусть маленький Это про свободу, про независимость Это твои крылья У меня, например, был также пример второго брака моей мамы Когда классный мужчина уходит во второй брак, ему около 45, и он уходит просто с улыбкой на лице Оставляя все квартиры, правильно делав, да, предыдущей жене А он с чем? Вступает в новые отношения Он просто вступает С энтузиазмом Харизмой со своей, вот с каким-то полетом, да, идей И это немножко странно выглядит Потому что, например, я бы тоже хотела для своей мамы классного состоявшегося жениха с каким-то бэкграундом за плечами Значит, это вот второй тезис Что если мы меняем партнеров, если так будет получаться У нас у каждого будет уже какой-то актив Брачный договор может подразумевать в себе разнообразные вариации Приходите к нотариусу, общайтесь, договаривайтесь Все, что записано на тебя, будет принадлежать тебе Твоя фамилия в документах Все, что записано на партнера, будет принадлежать партнеру А как же совместное сотворчество? Стройте, создавайте Но у каждого есть что-то за спиной Моя глубокая убежденность Нам будет интереснее и крепче жить друг с другом Слушай, это очень круто Я обращаю девчонки внимание Мне очень нравится этот тезис Что и мужчина на самом деле должен быть защищен Представьте, какая-то кристально чистая, честная ситуация Когда вы два взрослых человека Как минимум половозрелых, да, вы вступаете в брак Вы сразу договариваетесь И вы друг другу не костыль Это действительно отсутствие повода для шантажа Для ссор, для манипуляций и так далее И мужчина этим документом тоже может себя защитить И женщина И вы знаете, что вы на берегу договорились И договориться легче, когда ты любишь друг друга, правильно? Классно! Когда вы себя чувствуете рядом И это положительные эмоции Когда вы находитесь в спокойствии Когда вы находитесь под действием вот этих вот, да, гормонов счастья Вы правда искренне договариваетесь И все прописано И далее ваша судьба складывается так, как вы ее складываете каждый день Мне самым таким странным решением Я хочу, чтобы ты защитил его Потому что я понимаю, что твой гигантский уже на данный момент опыт Который исчисляется сотнями сделок Подкрепляет этот выбор Почему ты выбираешь для себя съемное жилье? Вопрос классный Обожаю Я каждого клиента на каждой встрече, Оля Вот к этому склоняю и агитирую просто с транспарантом Я говорю о том, что фактически жить в съемном жилье В три раза дешевле, чем жить в своей собственной квартире Мы можем больше не продолжать В три раза дешевле снимать и проворачивать деньги, создавая себе капитал Покупать и продавать, но теперь в 2021-2022 году аккуратно и с умом И увеличивать то количество денег, которое так необходимо Супер, я поняла То есть ты не против того, чтобы иметь в собственности Ты за, но живешь на съемной квартире А твоя купленная тобой квартира работает Ты ее сдаешь или ты ее перепродаешь? Но мы зафиксировали Таня утверждает, что жить в съемной квартире в среднем в три раза дешевле Верно Чем устаканиться, опустить корни в своей любимой, родной, единственной квартире Есть кейс, согласно которому каждый год моя квартира, которая строится И, например, в процессе стройки дорожает Позволяет мне путешествовать и жить на съемке Есть заниматься здоровьем, заниматься семьей И это меня делает свободной и независимой И мне кайфово Есть понимание того, что рынок, в частности Петербурга, я про него больше толкую Рос и этот рост продолжался на протяжении семи лет И эти все иксы, про которые мы слышим И, друзья, у меня квартира в два раза подорожала, в три Это здесь и сейчас ты можешь спросить у каждого своего знакомого И точно расскажут Моя сейчас, например, одна из квартир подорожала ровно в три раза Я жду ее четвертый год И мы опять раскладываем на год цикл И понимаем, что вся моя съемная история Я переезжаю из квартиры в квартиру И я сейчас живу в двадцать четвертой квартире За девять лет Мне интересно, мне так нравится Я не застреваю нигде Я живу в разных районах В Петербурге 18 районов В 83 и проектирующейся станции метро Везде интересно пожить Почувствовать, попробовать на себе Поэтому, если человек слышит А многие клиенты слышат, начиная с первой встречи Говорят, Татьяна, а я даже не догадывалась Что это такая математика Потому что генетическая память предков Родители, дедушки, бабушки Толкуют о том, что надо свое Это теория сохранения энергии для мозга В том числе и родительского У ребенка все классно, если он живет в своей квартире Я к такому утверждению отношусь очень скептически Сейчас хочу с вами, друзья, поделиться Смотрите, мы сейчас в книжном клубе читаем одну книгу Я не буду называть вам ее название Оставлю эту привилегию Главная суть, что мы все живем в игре И вот если в гольфе, бейсболе или футболе Или шахматах, неважно, определены правила И там формально понятно, кто победил А в нашей человеческой жизни Как в целом, так и во многих ее сегментах Вот, например, с жильем возьмем Правила, они существуют Но они придуманы нами И вообще не факт, что это так И где критерии? Кто победитель, а кто проигравший? Победитель тот, кто обложился жильем Законсервировал на счетах, в сейфах В картины вложился и так далее В недвижимость, в движимость В детей инвестирует Он победитель по жизни? Или человек, который живет в свое удовольствие Переезжая там на 24-ю подряд квартиру Путешествуя, смотря весь мир Занимаясь тем, чем хочет Занимаясь при этом любовью Любимым делом, всем чем угодно Кто из них больше победитель? Так ответа правильного нет И фишка, конечно, в том, что ты себе каким-то образом Разрешила жить так, как не совсем принято Но при этом кайфуешь, еще не боишься тиражировать эту идею То есть у тебя, типа, свои правила игры Я долго к этому шла Это история про то, как ты сам создаешь свою реальность каждый день Про правила игры мне очень нравится, очень отзывается Я бы хотела также людям Ты говоришь про трансляцию Рассказывать о том, что они больше, чем то, что они думают относительно себя И это очень красивая история Я люблю авторскую позицию Я люблю хулиганистость Я люблю остро харизматичных ребят Которые готовы, правда, жить Не всегда это и у меня получается Слушай, ну ты могла бы, вот я тебе сразу скажу на скидку Если прокачать профессиональную сторону Работать каким-нибудь мотивационным там оратором, тренером, наставником Едва ли не психологом Потому что я чувствую в тебе этот потенциал Тебе никогда клиенты такую обратную связь не давали? Это мне тоже нравится И это отзывается И в своей деятельности, Оль, очень часто приходится Риэлтор плюс психолог Абсолютно Это такой супер агент Представь себе ситуацию, когда на встрече я могу клиенту сказать Я вам не буду продавать квартиру Вы вообще сейчас не про квартиру И мы расстаемся Звучит, да? Мы расстаемся И человек, например, может пойти к психологу Пойти подумать То есть вы по кухой квартире хотите замаскировать что-то, какую-то другую проблему Отказывать Учусь это делать Я даже праздновала Первый раз я отказала клиенту в работе Спроси меня во благо чего? Спросила Он был два дня после развода Ты понимаешь, что это горячка, да? Это вообще сейчас не про рациональный подход к деньгам Это огромная история про круг, обида, утрата, горевание И вот эта вся психология Через год поговорим Не готова я продавать тебе сейчас квартиру На рынке Петербурга порядка 25 тысяч агентов Пожалуйста, иди в путь Если хочешь и если тебе это надо Я за долгосрочную коммуникацию Да, я хотела бы работать с клиентами годами И понимать, что я делаю Это не короткие итерации Продали и забыли Есть люди, которые с тобой уже много лет Занимаются тем, что растят свой капитал За счет продажи, перепродажи, инвестиций И, например, тоже выбрали съемное жилье Ну или не обязательно съемное Может быть, есть квартира, в которой живут И есть другая, через которую зарабатывают Есть, такие клиенты есть И очень классно, что мы двигаемся вместе В нашей профессии важно Не только заходить в какую-то покупку А фиксировать прибыль Если мы говорим об инвестициях Ты не можешь быть таким полумастером Который только покупать по картинке Раскраски в интернет-магазинах Это мы умеем, правда? Мы можем, знаешь, такой вопрос есть классный Может быть, я тебе тоже его сейчас адресую Сколько тебе нужно времени, чтобы потратить сейчас 200 миллионов рублей? Сколько времени нужно, чтобы потратить 200 миллионов рублей? Загружено на карту банка Не, с рублями я быстро справлюсь Я думаю, что в течение дня я кто-то смогу распределить Вот, да, понимаешь? То есть вот отфиксировать прибыль в нашей профессии Это очень важно И мыслить большими цифрами Мыслить масштабно Я уверена даже, чтобы ты справилась и за час, и за полтора То есть вот как бы расширять И идти вместе с клиентами В какие-то проекты Звучит потрясающе, но когда мы с тобой готовились к интервью К этому ты проговорилась, что у тебя был момент выгорания И едва ли не депрессии Как медицинского диагноза Почему это произошло? То есть ты не сразу нащупал вот такой вот метод работы Который тебе настолько созвучен Тебя настолько зажигает Расскажи, пожалуйста, про это Потому что сейчас, девчонки, внимание Это актуально для всех Не важно, в какой профессии вы работаете Бывает момент, когда ты понимаешь Что вроде бы это было то самое, чего ты хотел Но вдруг это не то Почему у тебя это было? Я вспоминаю эти события Это события конца 2020 года Это история про то, как веселая, звонкая, харизматичная девочка Думает о том, а не уйти ли мне из этого мира Как это возможно? Меня спрашивали огромное количество людей Ты вот с таким вопросом, с непониманием Наша культура пока не готова воспринимать депрессию как болезнь Это была история про то, как я сама себя долгое время не могла понять И в рамках 8 месяцев поднимала из-под земли Невозможно, Оля, описать это и рассказать человеку Который ни разу никакие эпитеты Никакое мое культурологическое образование не позволит Либо человек мотает головой и говорит Да ну-ну, перестань, ну ладно Или человек понимает, слышит И даже будучи в Египте С человеком, не разговаривающим на русском языке Я смогла спросить А ты переживала это? Он сказал да И произошел моментальный коннект То есть люди, которые испытывали депрессию За секунду И они становятся бережными Привело это состояние Да, вот у меня такое случилось Совокупность факторов И семейная, и личная жизнь очень часто Я рассталась, я рассталась Были какие-то вопросы по работе Менялся рынок И я как-то очень резко Почему-то биологически на это отреагировала Ну то есть было ощущение, что по всем фронтам рушится Личная жизнь рушится, карьера рушится Нет смысла Ты не видишь, не понимаешь Вот казалось бы опять Да, я сейчас нахожусь в хорошем ресурсном состоянии И это невозможно понять Как мыслила та девочка Ну в какой-то даже глубине души И с какой-то маринской впадиной Все равно видела я Возможность Того, что все наладится И все будет хорошо И кучу было лекций прослушано Кучу книг по созависимым и зависимым отношениям Инструментов, гора, миллионы Просто пробуйте Идите, да И получайте результаты И потом далее уже Я понимала и слышала экспертов Которые говорили, что депрессия Это про рост И те, кто сейчас Это вот важно подчеркнуть Те, кто сейчас находится в таком моменте Вы растете Дай бог, чтобы это было с минимальными потерями Все точно будет хорошо Спасибо тебе большое Но всегда ремарку такую То есть единицы могут выбраться сами Обращайтесь, не бойтесь за помощью Ищите психотерапию Платную, бесплатную, групповую, индивидуальную Онлайн, офлайн Неважно, какую Ищите, обращайтесь Потому что выбраться можно И действительно, ты выбравшись Оказываешься уже на другой ступеньке Это все страшно признавать Это все некомфортно Почему рост должен идти через такую боль Ну вот бывает и так Поэтому не отчаивайтесь У нас была масса героев Не принято обсуждать На канале женщины, девчонки Которые делились своим опытом Погружения в депрессию И выхода из нее Мы верим в вас И для того наше женское Такое теплое, принимающее Поддерживающее сообщество Создаем Спасибо тебе большое Что ты не стесняешься делиться Этим таким болезненным опытом И напоследок в этом выпуске Потому что это выпуск знакомства Чтобы люди представляли твой И жизненный опыт И твой опыт практически профессиональный И уже могли ориентироваться Как ты им можешь помочь Как эксперт Давай несколько советов Для двух категорий наших зрителей Для тех, кто хочет пойти В сферу недвижимости Как профи Так С чего начинать Какие-то, может быть, подводные камни И для тех, кто хочет сферу недвижимости Рассмотреть для себя Как возможность роста, инвестирования С чего начинать Первые шаги Для тех и для других Начнем с тех людей Кто хочет заниматься недвижимостью Кто хочет стать агентом Выбирайте для начала Крутое сообщество Идите на HeadHunter Ищите себе компании Пройдите 5, 6, 7 собеседований И выберите людей Которые вам кажутся классными И в разговорах классные Это будет руководитель отдела продаж Это будут менеджеры Возьмите Это вот Оль сейчас тоже Прямо, знаешь, практика-практика Возьмите менеджера Спустите его на первый этаж Прогуляйтесь 10 минут И спросите, как есть на самом деле Мы все хорохоримся Мы все говорим, что зарабатываем Миллиарды долларов в секунду При этом тебе может быть Психологически некомфортно Это продажи Это агрессивная конкурентная среда Хотя я не люблю говорить про конкурентов Мы все друг другу партнеры Спустите человека Кто там работает Больше полугода Года В той компании В которой вы хотите начать Спросите все как есть Расположите Потратьте на это чуть-чуть больше времени Чем казалось бы Очень важно Я не успела обратить внимание Подумала про себя Для себя хотела сохранить этот рецепт Когда ты в ответе на первый вопрос Сказала потрясающую фразу Как мы устроились в Питере Мы просто с девочками решили Что станем самыми лучшими клиентами Для людей Которые сдают квартиры Вот смотрите Вот каждый раз Вот если жизнь как игру рассматривать Уж к этой метафоре Если я обратилась Это какая-то роль И ты даешь лайфхаки То есть Когда ты хочешь снять квартиру Ты должен исполнить роль Идеального клиента Снимающего квартиру Когда ты приходишь на собеседование Чтобы тебе открыли все подводные камни Ты должен стать идеальным соискателем Располагающим к себе человеком И ты уже узнаешь как на самом деле Правильно? Ты можешь не устроиться в компанию Но быть благодарным человеку Который тебе откроет карты Там с ним подружиться И кто знает Что из этого выльется Может быть это твой будущий партнер По созданию агентства недвижимости Итак Выбирайте свою роль И доводите ее до иступленного совершенства Задача внедриться максимально быстро Да Вот опять же Собеседование длится полчаса-час И Хантер будет говорить тебе лучшие стороны Ты говоришь как найти подводный камень Просто условно спуститься с менеджером компании И поговорить Если вы подготовитесь И встречный вопрос Он характеризует вас как ищущего Интересного Глубокого человека То есть когда ко мне придет человек На собеседование И если вдруг он задаст встречный вопрос А как на самом деле? Я знаю, что часто преувеличивают там гонорары Я знаю, что есть Корпоративная этика Негативный флёр в профессии Отрицательное отношение клиентов А как с этим вы работаете? И все В вас увидит человека Ну, другого уровня на самом деле Круто Еще важная особенность Начала профессии Вы можете быть полгода без денег вообще Вы можете 9 месяцев быть без ничего Накапливать вот этот потенциал Бить в одну точку И только после разгона Начать зарабатывать деньги Психологически подготовиться к тому Что быстрого результата Может не случиться В моем случае Это были солиозы И это было 9 месяцев Практически без сделок Это вот такие два момента И далее Старайтесь быть максимально открытыми к опыту Точно будут деньги Точно будет классная профессия Мера ответственности взятой на себя И степень воздействия на другого человека Порождает количество денег Про что мы и говорим Классный совет И теперь к тем, кто В результате где-то может быть даже нашей беседы Подберется уже к мысли Что недвижимость Это сфера развития и инвестирования Им с чего начинать К чему присмотреться Что почитать Для инвесторов Или начинающих инвесторов Нужен свой человек Это про доверие Найдите эксперта Которому вы будете доверять Это могу быть Я Это может быть любой другой агент В сфере недвижимости Ходите на консультации Перетягивайте на себя одеяло Рассказывайте максимально много правды О том, как вы живете Опять С кем вы живете И во благо чего вы инвестируете Оля Без того, чтобы понять Что человек хочет Мы вообще не приступаем Никаким действиям Что ты вкладываешь Даже Вот ты любишь Да Давать определение Смотреть в словаре Что для вас инвестиция Мы даже говорить можем На разных языках Классно Что ты ожидаешь от этого Что это по факту Да То есть начинаем мы С общения С консультации Находите своего эксперта Находите своего человека Смотрите на образ жизни Смотрите куда путешествуют Книги, фильмы, общество Развивается ли человек Вам с ним вообще по пути Это правда про деньги И это правда про такую глобальную Да историю Это кстати Точно такой же серьезный вопрос Как выбор партнера по жизни Выбор партнера по инвестициям Условно не менее важно Это точно Слушай, спасибо большое Ты совершенно по-другому для меня Раскрыла эту тематику Я тебе благодарна За твою энергию За твою искренность Благодарю, да С тебя хочу взять обещание Обещаешь ли ты Ответить на вопросы Которые могут возникнуть У девчонок в комментариях Лично Так Как зайти в профессию Что порекомендуете Как мне быть И так далее Вопросов Ну профильных будет немного Потому что все равно Как бы это Ну не специализированный Там у нас портал Но сможешь ли ты на ютюбе Поотвечать на комментарии Наших зрительниц Да Да, я смогу Итак Под этим выпуском Пожалуйста Оставляйте любые свои впечатления Как всегда Комментарии открыты для вас Тане Можете задать любые вопросы Касательно профессии Входа в нее Каких-то кейсов Своих ситуаций Все прочтет И на все ответит То есть вы видели Слово публично Данное Оно скреплено уже Да, эфиром Вырезать это не будем Ни за что В следующем выпуске Мы увидимся И поговорим Про виды недвижимости Потому что Квартиры, апартаменты Загородное жилье Свой дом Или купить землю Или таунхаус В чем разница Что выбрать Что сколько стоит И вообще В чем сейчас есть перспектива И хоть какая-то надежность Потому что мы все Так или иначе Об этом думаем Спасибо огромное Благодарю, Ольга И увидимся в следующем выпуске До скорого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok